Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 13 выпуск 2 сезона Пути со дна с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. Планы в игре потихоньку выполняются, и сегодня я продолжу выполнение карателя в первую очередь. Так что гулять-гудеть сегодня будем на локации Берег. Лигдор, Хьюг, Флонройд, Пик Рис, Илья, Иван, Грандиас, Коммунист, Саня и Рич. Большое спасибо за бонусы, за поддержку и доброе слово. У меня отличные новости, я объявляю розыгрыш двух ключей в Tarkov, стандарты здания, Андрею Ака. Спасибо большое за ключи. Для принятия участия в комментариях под видео оставьте ссылку на ВК или другую соцсеть или e-mail на крайняк, по которому сможете ответить в случае необходимости в течение суток. Дольше ждать не могу. Через 20 часов после публикации видео определю победителя и свяжусь с вами. Ещё хочу поделиться роликом от Игоря Гобстерплей, в котором он подробно и доходчиво объясняет, а главное наглядно показывает, как работает отдача в Tarkov, что с ней делать, и ещё другие полезные фишки, которые будут интересны как для новичков, так и для бывалых. Ссылка на ролик будет в описании, переходи, смотри, оценивай. Всем приятного просмотра и удачи в розыгрыше тем, кто будет принимать участие. Итак, каратель часть первая, 11 диких я уже настрелял, так что немного делов, надо будет немного усилий приложить для того, чтобы добить этот квест. Всего четверых ботов нужно будет добить на берегу. Также сигнал часть первая буду делать, я совсем забыл про этот квест, можно было бы его сделать в предыдущем выпуске, но я про него забыл. Мне нужно найти два источника сигнала на берегу, один находится на Чупа-Чупсе на метеостанции, второй на крыше западного крыла. Пойду с тем же АКМом, он у меня остался, так что всё нормально, мне как раз его должно хватить, чтобы добить четырёх диких, а в остальном, ну всё, готово, я готов идти в принципе. Идём на берег, идём с утреца, ближе к полудню, шлем достраховываем, трофейные, и всё, вперёд. Вот такие вот дела. Планы на рейд простые, надо будет сначала мне обнаружить эти два источника сигнала, и попутно, я думаю, четырёх диких-то я настреляю. Главное, чтобы спам удобный был, где-нибудь ближе к санаторию, либо ближе к дороге на таможню. А, ну конечно, о чёрт, я не... о, мать твою, о, мать твою. Всё нормально, надо сваливать отсюда, надо валить нахрен. Ну да, ну да. Да, когда я там спаунусь, мне обязательно кто-нибудь там дорогу перебегает, да, из диких, а вот сейчас, чёрт-то с два, кого найдёшь. Понятно. Хотел режим огня проверить, поставить на автомат. Чё-то промахнулся немножко. Бросил гранату и обозначил сразу, что там заспаунулся какой-то глупец. Из-за того, что надо квест делать именно с АКМ убийство эти, вот я теперь боюсь потерять этот АКМ. Тут нет никого тоже. Скорее всего, на этой стороне кто-то заспаунился, поэтому и дикие не подъехали. Бывает, ничего страшного, переживём. Так, ну ладно, я думал сначала диких убью, а потом уже пойду на крышу санатория и дальше туда буду продвигаться. Но, похоже, не судьба, нету диких. Да и спаун такой не очень удачный. Не то, что не очень, а, пожалуй, самый неудачный, какой можно было придумать. Два объекта необходимы, которые мне на этой стороне отсутствуют. Один в центре карты, другой на другом конце карты. Другой рукой. Одной рукой. Стихи строчил. Ну ладно. Раз никого нет, что-то я смотрю и на остановке конечной, нет никого тоже. Чудесный день. Не души, один Диса-дурачок с гранатой. Ладно, тогда таблетку принимаем и внедряемся на крышу, сразу поднимемся, тогда посмотрим на эту антенну. Струльбака эта была, что ли? Там какие-то звуки. Ну и пофиг, они там, а мне... Хотя 101-й посмотрел бы ключик, здесь можно найти от аптеки. Все не покупать. Только где он спавнится, на этом стуле или на этом? А хорошо, я ж диких никого не настрелял, надо быстренько посмотреть и идти дальше. Долго тереться я тут не планирую. Тук-тук. Чисто. Это хорошо. С этими антеннами вообще связано два квеста. И мне бы... Да и всем, я думаю, было бы удобнее, конечно, сразу же не просто обнаружить, а сразу же помечать эти квесты. Но... Так уж придумано. Создателями игры то, что сначала нужно эти... В одном рейде эти антенны обнаружить. А потом в другом рейде тебе дадут... Глушилки. И ты с этими глушилками, опять же, сюда же пи дальше. Но я уже говорил, что... Квесты это в основном... Это не сюжетная какая-то там линия. Не я. О! А там хорошо, я смотрю. Ладно, занимайтесь. Понятия я не знаю, кто там может быть. Пусть они умрут от одиночества. У-у-у-у-у. Все квесты в Таркове это чисто ознакомление. И даже новые квесты, которые подвозят... Даже хорошо, что они подвозят квесты такие... Типа, на развязки там посмотреть эти оружейные комнаты. Ой, на развязки грушил. Я постоянно их путаю. На резерве, на резерве. Это квесты не сложные. Это квесты чисто, чтобы посмотреть, узнать, что где на карте. Это когда ты уже пятый там вайп делаешь подряд. Эти квесты. Да, уже тогда думаешь, что типа, нафиг они нужны. Я и так все знаю. Что-то какая-то тишина нездоровая. Мне не нравится это. Я что, диких... Не, алло? А, нет, по-моему, на крыше кого-то вижу. Ну, сейчас поглядим тогда. На гряде должен быть дикий. Может быть, даже два там. Крыша, ГЭС. И на Чупик пойдем. Попялимся на антенну. Потом уже диких будем добивать, если здесь не найдем их. Нету, прикинь. Что за... А, о, есть, есть, красавчик побежал. Под лэп. Есть. Один готов. Пойму. Да, по-моему, это дикий. Точно. Второй. Еще один, что ли, на углу. Ой, хорош. Все, последний остался. Вот это как на заказ было сейчас. Ну, давай еще внизу одного, пожалуйста. О, вот он, красавец. Упс. Каратель завершил. Отлично. Отлично. Все, теперь можно не трясти за этот автомат. Вот, еще глушитель будет у меня теперь АКСУ. Случайно с этого, с прицела, с режима прицеливания вышел, что-то. Поторопился. Думал, он помрет, а он... Гадя Петрович. Живой остался. Это нам пригодится. Нет, такие патроны нам неинтересны. Давай только глушитель заберем у него. А Ксюху скинем. Вот так. Примерно. Все, остается мне только антенну попялиться. И вся любовь. И два квеста закрыть можно будет. Все, больше никого здесь на газ нет. Вот тебе и дела. То ни одного дикого, то четверо сразу в пачке, да? Практически. Вот так оно и бывает. А, это мы можем продать, продать. Я уже... У меня уже руки чешутся, короче, на барахолке что-нибудь попродавать там. Потому что... Там заправки стреляют. Потому что у меня денег сейчас не хватает. Мне сейчас надо будет кучу целую денег фармить. Сейчас пойдет дело с убежищем. Что, правда никого здесь нет на Чупике? Опа. Твою мать. Он заспавнился прям у меня слева, представляешь? Офигеть. Я думал, это чувака в кустах крысит. Ё-моё. Аж сердце в пятки ушло. Так, это нам уже больше не надо. О, сачок. Попить. Выпиваем. Ваше здоровье. Не понял. Не понял. А почему не выполняется? Не понял, что за фигня. А, все. Выжить, выйти с локации нужно. Все, кажется, выполнилось. Просто этот звук не сработал. Такое бывает. Так что все нормально. Ну что, все тогда? Можно, блин, мешок набивать. И домой педалить. Просто пустым мешком. Дурная примета. Домой возвращаться же. Более, что тут есть чего посмотреть. Сейчас мы тут еще и наверху поглядим. Там у нас есть сейф целый. А тут, видимо, никого и не было, представляешь? С этой стороны карты никто на чупик не заходил. Вообще, какая-то тенденция. Все, походу, бегут то ли в лазурку, то ли чё. Чё-то раньше такого я редко замечал. Чтоб на чупике не было залутано. Или народ кучеря вожить стал. Ежеднево. Доляры. Блин, по-хорошему бы найти какой-нибудь ключ от меченки, что ли. Потому что я в общежитие скоро буду ходить по квесту. Я бы заглянул в эту, в меченку, я бы посмотрел, может быть, там, может быть, может быть, там вдруг как-нибудь, каким-нибудь планшет для документов будет лежать. Я просто не знаю, где еще можно этот планшет найти. По-моему, только в меченках можно его нарыть, и все. 220-й. Браво. Я так целый компьютер соберу. Блок питания есть, два кабеля есть. О, рука. В руку свело. Судорога целого руку. А где тут у меня спуск был? Хочу. Вот он. Ну, я хочу в порт сходить. Можно попробовать выйти в этой, в 11-й КПП. Далеко, чтоб не лазить. Там на заправке кто-то все-таки кого-то нашел. Сейчас вот так вот, смотри. Оп. Оп. О, можно залезть. Классно. Ногу сломаем себе, чтоб больно было. О, у меня же квест от егеря. Ой, высоко, по-моему. Твою мать. Заставь дурака богу молиться. Он себе весь лоб расшибет. Такое у меня с этим квестом, короче, будет. И вот... Вот так. Как мне теперь? Хромой буду ходить. И причем не больно. Эффекта боли нет. Смотри. Вообще не... Я вообще в шоке. А че так-то? Ну, капец. Ну, ладно. Хоть... Че там качается? Жизнеспособность, по-моему, да, качается, если так вот делать. Я, честно говоря, хотел просто что-нибудь там, ногу сломать. И все. Там под эффектом боли надо диких убивать, но для егеря. Ой, елки-палки. И там постреливают. Сейчас в мою сторону как попрут, а я тут хромой на обе ноги. Вот такой красавец. Я хромой, а толку никакого. Ну, ладно. И, конечно же, ни одного бота здесь нет. Как назло. Ладно, хрен с ним. Пошли тогда на выход. Делать тут больше мне нечего. Я сейчас только время потеряю. Ну, да, глупо, конечно, выглядело, но ничего. Кто не делает ошибок? Тот, кто ничего не делает, правильно ли? Блин, надеюсь, КПП-11 будет работать, чтобы мне не пришлось педалить там четко знает куда. Потом как-нибудь сам по себе сделается этот квест, я думаю. Лучше оставить его на самотек. А то я сейчас дров наломаю, а тут я смотрю. Все, он работает, супер прожектор горит. Ух, повезло. Главную задачу выполнили. Биких мы настреляли, антенны посмотрели. Ну, с такими темпами-то точно, я думаю, дойдем до 20-го сегодня, если еще и квесты будем закрывать. Каратель, часть первая. Завершаем. 15 человек мы настреляли с АКМ. Его мне дает в награду, кстати, забрал ОША, бронежилет, который нужен будет мне потом по квесту. Каратель, часть вторая, берем. Вот они, полумасочки, они у меня уже все упакованные, 7 штук. Чик, сдаем. Остается только убить диких на берегу, используя оружие с глушителем 0С12. Ну, тот же АКМчик и возьмем с собой, пожалуй. Сигнал, часть первая, завершаем. Два антенны посмотрели туда-сюда, блин. Две антенны посмотрели. А второй сигнал, это халява, пацаны. Мы сейчас закрываем второй сигнал, тогда получается. Есть у меня и процессорные кулеры, я уже все тут подготовил. Аккумуляторные батареи маленькие, печатные платы и сломанные смартфоны, джифон, 3 штуки. Все как в аптеке, все есть. Сигнал, часть вторая, тоже закрываем. Скаут дает квест. Найти первый, второй и третий выход из завода. Ключ здесь не нужен, можно без ключа просто попялиться в эти двери. Даст он мне видеокарту, которую я смогу закинуть по садоводству, часть четвертая. Сигнал, часть третья. Вот подавители сигналов где ставятся, я думал это вторая часть. Нормально, идем на берег еще раз с глушителя, будем убивать 12 диких и устанавливать подавители сигналов в трех местах. Два на старых, на крыше и на чупике. И третий рядом с чупа-чупсом, базовая станция, сотовая вышка. Так что глушилки взял, а остальное все остается так же, с тем же АКМом пойдем попить, поесть получается и все. Погнали берег, погнали 16 и страховать ничего не надо, уже страховано. Поехали, дальше метить. План на рейд простой, в первую очередь буду избавляться, наверное, от глушилок, от этих, чтобы в альфа-подсумке у меня место освободилось и я туда резервные свои штучки всякие сложил. Короче, ставим глушилки, попутно стреляем ботов и домой. Ой, твою мать, ну спасибо, пожалуйста, блин, на болоте опять в самом неудобственном месте меня спавнануло. А чего так-то? Чего так-то? Как тогда сделать? Наверное, вдоль берега пойдем до заправки, а потом от заправки наверх поднимемся. Вдоль берега пойдем, будем диких шмалять. На гряде, на этом самом... А, на острове сейчас посмотрим еще. Чего разбаловаться тут? Проберемся. За один рейд 12 диких, конечно, реально настрелять, но это надо попасть в какой-нибудь рейд, где никто не будет тебе не мешать, не отстреливать твоих диких, не курировать, так сказать. Поэтому я думаю, пару-тройку рейдов мне понадобится, чтобы закрыть этот тест. Опа, соседи. Ну, давай. И в дерево, да? И в дерево. О, понятно. Мастерски прокинул. Как всегда, как всегда. Не, ну я могу что, практикую. Я каждый раз так кидаю гранаты. Гранаты кидать, это не про меня. У меня, как только граната в руки попадает, руки как ветки становятся. Голова, как это, тыква. Ладно, хорошо, понятно. Пока докинем патроны, я думаю. Послушаем, будет ли он агрессировать или нет. Пока вроде не слышно. Если нет, тогда я... Блин, он мне все планы обосрал. Вот это пойду налево. Через поле тогда пойду. Буду потом у краю карты ходить. Там попробую. Не хочет он. Он где-то там засел, короче, и сидит, ждет моей агрессии. Ну и сидит, а где жди. Я пошел по своим делам. Здесь, наверное, поднимемся, да? Ну что? Горят на ту сторону. Кто же знал, что он там будет, да? Если бы я знал, я бы сразу же на эту сторону тогда просто вдоль края карты и не побежал бы с этой стороны, я бы никого посмотрел. Хотя его тут и нет, потому что он там есть где-то в кустах лазит. Так, стрельба. И похоже, что в западном крыле. О, вижу. Есть клиент. Бам, один готов. Хорошо. Осталось 11. Так, кого тогда? Что мне тогда сделать? Блин, на скалу можно пойти, но у меня на скале... А, какую скалу подожди, мне же на крышу надо будет еще зайти. Мне же надо сначала поставить глушитель. Не глушитель, глушилку эту. А там воевали, зараза. О! Есть бегунок, красиво бежит так. Красиво лагает. Ну и давай чешил. Он как раз пошел в сторону скал. А я с этой стороны тогда зайду. Со стороны конечной автобусной. Главное, чтоб тот кекус. Ага. Интересно, он по снайперам там дал, или что это он дал за залп? Салютует. Ты салютуй, салютуй, я пошел. Ладно, на свой страх и риск. Вы наглую прямо сразу же на крышу. Хотя бы от одной глушилки избавлюсь, чтобы в случае смерти не потерять ее. Вот с сунды мы ее втыкаем. Вот и все, отлично. А возможно, он снайпер там подчекрыжил. Ты хорош, хорош. Это хрень какая-то. Стреляют где-то там, я слышал, но это скорее всего то ли на ГЭС, то ли на гряде где-то. Вот сейчас мы как раз пойдем в ту сторону. Да, и проверим это все. По-моему, на ГЭС стрельба идет. Кто-то моих пацанов там. Я так никогда не сделаю тогда квест, если мне будут всех там диких вырезать. Надо пойти подкошмарить их. Сейчас этот тип с деревни как раз по таймингу подъезжает. О, дикий. Да умри. Спасибо. Как он ласточкой-то, а? Приземлился. Так, двоих уже застрелил. А я хорош. Еще десятерых надо. Ну, что-то живности много тут. Че вы кашли на локации. Они мне так не оставят никаких диких. Или можно вернуться, как вариант, сейчас туда, в конец, в деревню и вдоль берега просто идти пробовать. Так, наверное, у меня будут шансы. Но мне не охота, если честно, туда-сюда лазить. Нет, тут нет никого. Нет тут никого. О, пачки. Крадется, крадется, смотри. Дикие, по-моему, на эту сторону вообще не заходят. Это, скорее всего, ЧВК. Куда-то дикий. Ах, девять диких осталось. Этого подранили кекса. Че теперь, куда ему деваться? Да ему некуда деваться. И он даже не знает, откуда ему пролетело, скорее всего. Здесь бы оптику по-хорошему, чтобы... А лучше напарника, чтобы он обходил, да, со стороны гряды, сейчас вот со стороны леска бы. Накошмарил бы его. Опа. О, по-моему, он убил того. Это вообще левый... Я думал, это кореш его. Пойдем попялимся. По-моему, он застрелил его. В самом углу там где-то он был. По-моему, я этого убил, а тут убил как раз того. Нет? Нет, не видно. Не понял. А, вот он. Так, сейчас мы... Ай, сейчас мы сдохнем. Все, понял. Вот это, как всегда, неправильно. Я пошел искать уже трупа. На самом деле, надо было не трупа живого смотреть. Ошибку допустил и получай. Но бывает что, ничего страшного. Семь бед, один ответ. Есть, кстати, вариант сходить с глушенной пушкой. Это будет ВПО. Она мне не нужна. Я и выбрасывать, продавать ее, что-то как-то это... Мне же все равно надо будет навык владения снайперскими винтовками прокачивать. Поэтому я пойду голенькой, но с ВПО. Пойдем на берег, пойдем с утреца. Да и все. Страховать ничего не буду. Прям так и пойдем. Если появлюсь деревня, то голопом бежать на ту сторону не буду избавляться от маяков. Они все равно вальф под сумки. Терять мне особо тут и нечего. А если повезет, то закрою и сигнал, и еще один каратель. И тогда точно барахолка у меня откроется. Ой, да ладно. Я что-то подумал сначала, что я... Ооо, класс! Смотри, я где заспаунился. Прям то, что надо. Я возле вышки сотовой. Появился. Но лучше сценария и не придумать. Слушай, я сейчас тогда сразу от глушилок избавлюсь здесь. На вышки поставлю и пойду на чупик со... Серьезно? Канистра с топливом. Вкусно. Вкусно. Так. Таков мне смарт компенсирует, что ли? Таким спавном приятным. Смотри, как хорошо. Ой-бой. Ой-бой, нифига тут. Ты посмотри, что Тарков кормит. Опа, кто-то лазит. Блин, а потише тайник закрыть, не? А он что, мимо пошел? Да, он мимо пошел, смотри. Какой вкусный. Ну, с моей снайперской стрельбой туда-сюда. Дай еще шанс. Опа. Есть. Завалил, какой вкусный. Братюня. Правда, я что-то не понял, он воевал там с кем-то, что ли? Или так, наугад стрелял? Ну, по-моему, вообще наугад стрелял просто. Чего там у тебя вкусного? Смотри, что. О, какой хорош. Ой, хороший. Блин, бронежилет я ему подпортил, децил. Нормально, нормально. Во, вот это вот это. Еще и Юсек. Ё-моё, это же друг с запада. Мне твой жетон нужен, бро. Рюкзак большой. Смотри, как хорошо. Нормально, нормально. Снабдил ты меня, братьюня, по полной программе. Не знаю, я с эмками не играю. Такая нормальная сборка, ненормальная. Вроде как, ничего. Но главное, что она... Правильно. Главное, что она глушенная. И я могу с этой эмкой дальше делать квест. Каратель. Классно. Вот это фортануло. Вот это вот я называю везением. Теперь ставим... А, я здесь поставил. На чупик ставим. Что-то внутри шарится. Может, дикий? Да, это дикий. Хорошо. Хорошо. И ты в одного, да? Да, он в одного. Всё, пошёл процесс. Одного дикого застрелил. Значит, ещё восьмерых надо. Так, надо не забыть сейчас маяки поставить. Ну и плюс, теперь рюкзачок у меня есть достойный. С такой волыной-то чё, не повоевать, да? Единственное, вот только что броня у меня чуть-чуть... Алё, не алё. Подвыбита, Децл. А я сейчас, знаешь, как сделаю? Я сейчас пойду... Раз уж такая свистопляска. Я пойду сейчас прям по всей карте. Прям кайфанул. Нифига он. Не знаю, этот магазин большой на 60, поэтому не мог перезарядить. Пойду по всей дороге. Прям от дороги на таможню. До тоннеля буду идти. Вдоль бережка. Буду фармить себе и снайперку. И глушилу. Я думаю, ЧВК можно будет отпорчик дать. Вот так вот. Броник бы, блин, целый был бы. Ну, кто ж знал. О, опять этот ключ, смотри. От временки на заводской территории. Игодяй, гад. О, пожрать. А я с прошлого раза, походу, и не покушал, да? Не поел с прошлого рейда. Не попил, не поел. О, все, как новенький. Теперь мне должно хватить до конца рейда. Но если только попить, еще что-нибудь найти. Из него мы сделаем два ВД маленьких. Надо поставить глушилку. И все, этот квест, можно сказать, будет закрыт. Если выживем. Да, подзадача выполнена. Надо будет выживать, выходить с локации. Ну, ладно. Все, понятно. Ну, что, пошли тогда на дорогу на таможню. Прочесывать будем всю локацию. Только те тайники, которые попутно будут лутать. Остальное все, я не буду чисто ходить туда-сюда, смотреть, что-то выискивать. Только то, что по пути встречается, то и будем смотреть. О, бронежилет свежий. Ну, тут пятый класс брони. А там третий. Нафиг не буду тогда менять. В общем, план таков. Сейчас смотрим дорогу на таможню и вышку здесь. Потом смотрим порт. Потом заправку. И там поглядим. Либо прямиком на тоннель побежим, либо через верх, через ГЭС. Посмотрим, как здесь будет у нас с дикими. Сколько останется на тот момент. Потому что оно раз на раз не приходится. В прошлом рейде... Ну, не в прошлом, в прошлом выпуске здесь. На вышке и на... Вижу одну. На вышке и на выходе пятерых. Засстрелил. Все, отъехал. Бывает такое, что их тут вообще ни одного. Когда начнем делать тарковский стрелок, у меня будет такой квест, по которому необходимо... Егерю отрапортовать, что ты достиг третьего уровня владения снайперскими винтовками. И вот сейчас... Как раз и будем потихонечку заниматься этой прокачкой. Если дистанция будет дальняя, то с оптики... Нет, нету там никого, похоже. Ну, ладно. Пошли дальше. Когда сделаешь два тарковских стрелка, по-моему, третий или четвертый тарковский стрелок, это вот как раз достигнет третьего уровня владения снайперскими винтовками. И было бы здорово, если бы я его сразу же подготовил уже. Заранее, так сказать. То есть, по возможности, будем с оптики стрелять. Ну, с болтовок каких-нибудь. А вообще, по-хорошему, не с ВПО это делать. Я поэтому-то ее и не страховал даже. Мне ее не жалко потерять. Это раз. Во-вторых, она... Магазинами перезаряжается же. Плюс она еще и не точная. Лучше уже взять какую-нибудь мосинку, что ли. Она гораздо точнее, гораздо поинтереснее у нее патрон, гораздо ровнее он летит. Скорость полета там выше. Ну и мосинка, это по одному патрону он досывает, если надо там зарядить. Он докидывает по одной патрошке. Это хорошо. Елки-палки. У меня уже 41 килограмм, а куда мне это скидывать теперь? Чувакс, правда, не знаю. Они мне нужны будут, нет? Сколько там они стоят? Чего-то или нет? Ладно, мы сейчас кинем их. Хочется, конечно, легкий, но дорогой хабар с собой таскать, чтобы не таскать эти железяки в мешке, а потом приходишь, а они, оказывается, там 20 тысяч стоят. По 5 тысяч за ячейку. Охрен, такой лут нужен. Так. В порту никого нет. Следующая остановка Норвенский тогда. Здесь еще тайник у нас есть. Норвенский ГЭС. Хотя Норвенский, наверное... А на сам Норвенский, наверное, не буду заходить. Сейчас посмотрим. Вот этот порох мы заберем. Нафиг это железо таскать не буду. Во, пойдет. Я, наверное, на Норвенский не буду заходить. Я, наверное, посмотрю так снаружи чисто. Осмотр сделаем. Пойду на ГЭС. Там перейду на ту сторону, на ГЭС. Чтобы здесь мне вдоль берега не лазить. Потому что там еще и гряда. Оттуда удобнее будет обойти все это дело. А там с горки, если что, Норвенский, и попялимся. Сколько у нас там вообще осталось? 5 из 12 есть. Получается, 7 еще надо. Семеро, семеро. А точек спауна у нас Норвенский. Заправка, ГЭС. Гряда. Остров, тоннель, деревня. Да нет, должно хватить. Ну, 7 диких же. Блин, это же не так уж и много. О, есть, красавчик. Бам. Хорошо, осталось 6. Половина квеста готова. Не поверю, что-то здесь один появился. Здесь по одному не появляетесь же. С той стороны, скорее всего. За заправкой где-нибудь там, да? Ну, давай, ГЭС, порадуйся, старика. О, вижу, по-моему, одного типа. Или это прожектор торчит. Нет, по-моему, это не прожектор был. Прожектор не перемещается. Ударь его. Убил? Убил. 7-12. Так. Теперь что? Опачки. Блин, что-то ежа не родил. Ты что так пугаешь-то? С напарником там. А с Тамарой ходим парой. Только не по лицу, братан. Только не по лицу. Все, по-моему, я его убил. Убил? 8-12. Отлично. Осталось четверо. О, даже на ту сторону карты не придется идти. Ну, где это скалы, я имею в виду. Я уж думал, еще и туда придется педалить. А внизу никого, да? Что, серьезно, никого нет? Понял. Сзади за зданием здесь. Нет. Хорошо. Так, кажется, там кто-то лазил. Ну, скажи, что есть. Опа. Есть, есть, есть. Упс. Нес Кузи. Мамкин снайпер. Катрую не забыл. Вот он. Бам. Круто. 9-12. Еще троих надо подстрелить. Блин, как было бы здорово закрыть сейчас. Как открылась бы барахолка. Как я... Генератор бы поставил бы себе на варку. А то там из-за этих руле, которые я не могу... Позволить себе поискать, побегать. Так, тот лежит. Никто его не трогает, да? Из-за генератора не могу ничего встроить в убежки. Упачки. Есть, 10-й. Зашибись. Норвенский, тихо. Да даже если бы кто-то там и был, то мне пришлось бы идти туда дальше. Так что... Давай все-таки посмотрим. Может быть, на острове ходят пацанчики. На острове, на выходе, там, на тоннеле. Всего двоих-то надо. На острове-то как раз они и по двое и ходят обычно. Скажите, господа, что вы... ...имеетесь на островке. А ну. Один. О, двое! Двое! Сейчас я вас... Пацанчики... Пацан... Чики... Домой. Все, последний остался. И он там, на острове... ...имеется. Имелся. Ты что, утопился там, что ли? По-хорошему бы поближе туда пойти, да? Подойти, точнее. Чем издалека. Ну, у меня не руки чешутся. Хочется закрыть. Тут один дикий всего остался. Может же быть такое, что я сейчас побегу, и у меня какой-нибудь засланец из кустов. Сбуреет. И все. И за одного бота мне потом придется снаряжать. Есть еще и на тоннеле там есть кто-то, прикинь. О-о-о. Что-то куда-то... А, вон он, где АКСА стоит, прикинь. Есть! Попал. Готов, красавчик. Все. Домой, домой. Надо выйти. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Да еще и с оптики это все дело сделано. С мостиньки, конечно, можно было бы пораздеваться там. Типа пострелять там в руки, в ноги, перезаряжать после каждого выстрела. Все такое. С дешевым патроном этим ЛПС. Или еще каким-нибудь. А это все будет впереди еще. Это все мы сделаем обязательно. Убил, не убил я его? Что-то я так и не понял. Слушай, а что если мы сходим на коттеджи? Или он помер, короче. Либо я что-то потерял его где-то. Ничего не поймал. Может на коттеджи сходим? Посмотрим. Или эти. Или ключики. Или в сейфах. Хотя. Блин, нет. Не хочу рисковать. Молее же там выйти, выжить на дислокации. Это каратель, окей, мы сдадим. А вдруг не хватит до 20 уровня опыта. Нафиг тогда. Вон он, сука! Козел. Капец он меня напугал. Ну хорошо, что он перед тем, как стрелять, душу излил. Будь чувака, я бы его и не заметил даже. Чуть не наступил на него. В деревне тоже тишина, да? Тишь до гладь. Тишь до гладь и никого не видать. Ладно, надо будет тогда выносить мне этот квест. Будут, конечно, у меня еще куча целая будет квестов здесь на берегу. Чуть куда он делся? Где я его застрелил-то? Я что-то забыл. Потерялся. Надо было сразу смотреть. Куда-то... Нет, не здесь, по-моему. Чуть левее где-то. Тут шибко далеко. Куча квестов еще будет по-любому. Но хочется добраться просто до барахолки, поэтому лучше выйти сейчас. Не зрей, да? Нашел. Вот и пожрать. О, еще и попить подвезли. Зашибись. Все, домой тогда. Да, я этого типа подстрелил, оказывается. А его тут никак не залутать. Ну, хороший, хороший рейд получился. Что тут говорить? Я все сделал, что планировал. А вообще можно было бы мне его залутать? Там, когда ложишься, можно, короче, лутать. Там таймер перестает как-то истекать. Так что... Ну и ладно, много там я не потерял, я думаю. Неожиданно, но приятно сделать каратель. Часть вторая. Закрыть этот квест я сегодня, по крайней мере, точно не планировал, но удалось. Каратель, часть третья. Вот чего я ждал. Убить диких на таможне. Используйся АКС-74У. 25 диких. Мне необходимо будет настрелять. И этот квест я ждал, потому что я смогу его совместить с квестом Бомж с Палихима. Там я уже парочку подстрелил, но тоже 25 диких. Так что, собираем Ксюку и идем на таможню. 20 уровня я достиг. Можете меня поздравить, я наконец-то добрался до барахолки. Сейчас процессы как пойдут, пойдут. И теперь у меня механик уже 2 уровня. Тоже нужно был 20 уровень здесь вкачать. Открывается новый ассортимент. Это раз. И открывается возможность улучшения некоторых построек в убежище. Это два. Открывается барахолка, это три. Значит, мы сегодня сделаем еще и оружейник. Самая сложная часть пути со дна, я считаю, позади. Самое сложное это было добраться до барахолки, скрипя при этом в схроне, в малюсеньком схроне. Всем этим лутом, перекладывая его из одного разгрузки в другой ящик и так далее и тому подобное. Сейчас все полетит, это дело. Самое сложное позади. Опыта хватило до 20 уровня, даже без сигнала, часть третьей. Хотя мы его выполнили. Закрываем квест, забираем награду, все хорошо. Сигнал, часть четвертая. Автоматически закрывается этот квест, потому что нужно достичь нужного уровня навыка память четвертый. А четвертый навык памяти у нас уже развит. Значит, и сигнал, часть четвертая, квест закрываем без проблем и напрягов. Итак, оружейник, часть третья, упиралась в выполнение квеста в то, что у меня не было магазина и не было возможности прикупить магазин на 50 патронов. По третьему оружейнику нам нужен MP5 с расширенным магазином на 50 патронов, глушителем, тактическим фонарем и прицельной дальностью больше 200 метров. Эргономика выше 45, сумма отдача меньше 250, вес, ну, короче, понятно. Вот этого красавца вот так. Разбираем его полностью. Нам понадобятся некоторые части из старых. Даже патрон хороший есть. Потом примерим, может быть, где-нибудь. Но пока берем по связи фильтр по пушке и поехали. Крышки, затворы, ресиверы MP5 SD. Нам нужен верхний ресивер. Его берем. Он у миротворца открывается. Да все практически детали у миротворца будем покупать. Так, теперь по верхнему ресиверу мы берем функциональные дульные глушилы SD, тоже MP5. Глушила тоже у миротворца продается. Все это в основном за доляры будет уходить. Так, теперь у меня глушило суда. Хотя можно и из старых это суда, целик, рукоятка, заряжение и приклад. А из новых опять по верхнему ресиверу мне нужно будет C-V-E. Вот оно, оно полимерное. Тоже MP5 SD. Бам. И тоже у миротворца оно, кстати, покупается. Отлично. Теперь нам нужен тактический фонарь. Вешается он на глушитель. По глушителю, фильтр по связи. Покупаем крепление. MP5 SD. И на это крепление уже втыкаем любой абсолютно фонарь тактический. Можно самый беспонтовый. Вот у меня тут клещ есть. Можно его даже воткнуть. Бам. Так, все, магазин теперь нужен на 50 патронов, фильтр по связи, по пушке, оружейные, элементы, магазины, 50 патронов. Дешевый он там, да, вот 13 тысяч с половиной. И все. А, места нет. И все. Готово. Вот такой вот MP5 можно сдавать по квесту. Этот же MP5 можно использовать и самому. Единственное, я бы тут еще крепление для коллиматора поставил и сам коллиматор. И все, и можно его использовать. Это хорошая будет пушка на дешевом патроне. Если есть доллары, хорошая рабочая лошадка для джентльмена, сказать так. Кому удобно, вот так можете попялиться, вот такой красавец. Сдаем эту пушку по квесту. Идем к механику, передаем MP5 и закрываем оружейник. Третью часть оружейник. Чем прекрасен? Тем, что за выполнение этого квеста ты берешь не только опыт, но еще и бабки. Дальше. Свой человек. Достичь третьего уровня лояльности с прапором. Но до прапора там надо будет докачивать кое-чего. В том числе и уровень персонажа. Зато оружейник, часть четвертая, можем забрать. Нужно будет модифицировать М4А1. Но модифицировать мы его сегодня уже не будем. Я, пожалуй, оставлю на следующий выпуск. Следующий оружейник. Посмотрим, получится его, скорее всего, я думаю, выполнить. Война, короче, план покажет. Но оружейник нам четвертый доступен к выполнению. Это хорошо. И еще друг запада. Я одного Юсека же подстрелил и жетон его притаранил. Это хорошо. Тоже здесь передаем. Мутное дело дает нам квест Егерь. Поэтому квесту мне нужно три флеш-накопителя. Одну флешку я нашел совершенно случайно. Теперь мне снова нужно охотиться на эти флешки. Но этим мы займемся уже вплотную после того, как заберем, скорее всего, Эпсилон. Если попутно где-то не найдутся они. Егерем займемся после квестов Каратель. Так как я добрался до барахолки, я думаю, будет правильным сейчас заняться тем, чтобы начать улучшение в убежище. Так что часть лута своего я продам. Может быть, даже хватит денег на улучшение с хрона до второго уровня. Вот, к следующему выпуску я, кстати, собрал с креплением и с коллиматором. Вот такую вот себе гадюку. Вот с ней, короче, прогуляемся, посмотрим. Но это на следующий выпуск. Так, верстак готов к улучшению. Время постройки 3 часа. Но верстак второго уровня мне позволит крафтить аккумуляторы. Из большого танкового аккумулятора я смогу собрать несколько маленьких и закрою авторем. Докупил несколько релешек для генератора второго уровня. Потому что генератор второго уровня мне тормозит все процессы постройки. Например, освещение третьего уровня я не могу сейчас поставить, потому что генератора нет второго уровня. Ну и склад больше, чем положено. Больше, чем я планировал. К сожалению, пришлось продать. Но это ничего страшного. Денежка это такое, наживное. А склад побольше, он нужен, во-первых, в практичных целях. Во-вторых, он нужен для улучшения пищеблока до следующего уровня. Так что эта мера необходимая, можно сказать. Без улучшения склада хотя бы до второго уровня точно не обойтись. Улучшение займет по времени 24 часа, а по деньгам 2,5 миллиона рублей. Нескромно так раскошелиться приходится. А на этом у меня все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Второе дыхание прокачки, короче, открывается с барахолкой. Это однозначно. Набрался я до нее наконец-то. Всем отличного настроения, спокойных рейдов. Играйте в кайф, смотрите то, что в кайф. Спасибо отдельное за поддержку, пацанам. Увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.